Количество госпитализации и обращения за медицинской помощью при изменении погодных условий, оно действительно растет. Это доказано в очень крупномасштабных исследованиях. Пациент может впервые обратиться за медицинской помощью из-за изменения погодных условий, и тут выяснится, что оказывается он уже давно хронически страдает, например, каким-то сердечно-сосудистым заболеванием. Это обычная физика. Как говорится, суставы и кости, они реагируют на изменение влажности и давления, как баллоны. То есть они то сдуваются, то надуваются, в зависимости от окружающего давления. У нас все равно нет четкого ответа, так все-таки влияет ли погода каким-то образом на течение заболеваний, если влияет то, по какому механизму и каким образом это отражается на прогнозе пациента. Дмитрий Станиславович, здравствуйте. Добрый день, Нина. В Беларуси часто и резко меняется погода, и многие из-за этого плохо себя чувствуют. Метеозависимость — это болезнь? Я думаю, что мы не можем метеозависимость относить к болезням, поскольку так как мы в работе медико-профессионалов используем международную классификацию болезней, там такой болезни нет. И мы метеозависимость не можем приравнять к болезням, поскольку болезнь должна иметь четкий этиологический фактор, то есть причинный четкий патогенетический механизм, то есть то, как все развивается, что на что влияет, и какой-то результат, то есть какое именно заболевание происходит или какая поломка органов и системы случается в результате воздействия этого фактора. Пока метеозависимость не может похвастаться столь тщательным изучением и наличием вот этих всех необходимых составляющих для выдвижения этой рубрики в ранг болезни. Поэтому мы говорим о метеочувствительности, метеозависимости, метеопатии как о неком состоянии, которое сопряжено больше с дезадаптацией и обострением существующих текущих хронических состояний, а не как о каком-то самостоятельном, изолированном заболевании. Какие люди более метеочувствительны? Более метеочувствительны в первую очередь пожилые люди. Чем старше становится человек, тем сильнее он подвержен воздействию физических природных факторов. Все это связано с тем, что адаптационные свойства, функции организма со временем утрачиваются. Они становятся не столь активны, они становятся более инертны, а реактивны. И поэтому пожилые люди наиболее чувствительны становятся к изменяющимся погодным условиям. Также отдельно нужно отметить группу пациентов с хроническими заболеваниями, такими как заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистые заболевания, расстройства психоэмоциональной сферы, аллергические заболевания. Вот эти группы заболеваний при изменяющихся метеорологических условиях могут иметь тенденцию к изменению своего течения. Но и в некоторых случаях даже может приводить это к обострению. А зависит ли такая болезненная метеочувствительность от уровня стресса, который есть у человека? Конечно, конечно. Стресс подрывает механизмы адаптации организма. И при наличии дополнительных факторов, которые эту адаптацию пытаются нарушить, конечно же стресс способствует тому, чтобы в какой-то ситуации произошел даже срыв адаптации. То есть можно ли сделать вывод, что люди, которые сейчас живут в мегаполисах и постоянно куда-то бегут, они становятся более метеочувствительны? Здесь нужно учитывать все-таки тот ритм и образ жизни, который они при этом ведут. Поскольку стресс, который связан именно с условиями работы, с условиями пребывания, это один компонент. Но если, допустим, человек еще недостаточно высыпается, если человек еще питается не совсем рационально, не совсем регулярно, если нет никакой физической активности, то, конечно же, стресс усиливается этими факторами. И можно сказать, что, наверное, зачастую в мегаполисах как раз-таки мы сталкиваемся с комбинацией вот этих стрессорных факторов, которые действительно могут сделать людей более чувствительными к изменяющимся метеорологическим условиям. А почему при смене погоды у кого-то болят суставы, а у кого-то начинается мигрень? Да, и на такие наблюдения проводились. И мы действительно имеем свидетельство о том, что пациенты жалуются на изменение течения хронических заболеваний, таких как мигрень, таких как заболевания, сопровождающиеся суставным синдромом, на фоне изменяющихся метеорологических условий. Это связано, в первую очередь, конечно же, с физическим воздействием тех параметров погоды, которые изменяются. У нас в организме есть полости, которые содержат жидкости. Жидкости всегда имеют в своем составе растворенный газ. И все это, естественно, находится в неком равновесии в зависимости от физических факторов окружающей природы. И когда происходят колебания показателей барометрического давления, влажности, температуры, то определенные изменения происходят и внутри организма. Уменьшение давления атмосферного приводит к тому, что давление, например, в полостях организма, которые не сообщаются с внешней средой, может начинать расти. И это будет приводить к избыточной компрессии, что будет приводить к болевым ощущениям. Газовые элементы, которые растворены в жидкости, в условиях понижения барометрического давления, будут стараться переходить в газообразное состояние, увеличивая свой объем и тем самым, опять-таки, увеличивая давление внутри полости. И это тоже может способствовать формированию болевого ощущения. Очень много именно таких физико-химических моментов происходит, которые способствуют тому, что у пациента при изменяющихся условиях окружающей среды, физических параметров погоды, нарушается состояние, в первую очередь, жидкостного компонента в полостях. И жидкости становится больше, отек усиливается, и это, естественно, дает определенную симптоматику от ощущения дискомфорта до даже очень сильной боли. Соответственно, если мы говорим о мигрене, то обострение мигренозной симптоматики в первую очередь связывает с тем, что на фоне изменяющихся, например, барометрических показателей у пациентов увеличивается давление во внутренних пазухах лицевого черепа, у пациентов изменяется сосудистый тонус, появляется некий мышечный дискомфорт, и это тоже вносит свой вклад в формирование болевого синдрома. Если мы говорим о пациентах с суставным синдромом, то, конечно же, отек, конечно же, увеличение давления изнутри наружу приводит к тому, что перерастягиваются капсулы, отекают связки, увеличивается количество жидкости в мышцах, и это тоже приводит к неприятным ощущениям. Соответственно, те пациенты, которые имеют заболевания, связанные с головными болями или проявляющиеся головными болями, они более подвержены, или, скажем так, изменение погоды сопровождается именно болевыми ощущениями, головной болью и так далее. А если же пациенты имеют хронические заболевания сустав или мышечно-скелетного аппарата, то, конечно же, здесь и тонкое, скажем такое место, которое дает о себе знать при изменении погодных условий. Многие говорят, что могут предсказывать погоду, там, по боли в суставах, колено крутит, например. Действительно существуют такие живые барометры? Да, мы можем услышать такие рассказы от пациентов о том, что вот сейчас увеличивается влажность, понижается давление, и я это четко ощущаю на своих суставах, мне начинает болеть, мышечная боль, общий дискомфорт. Опять-таки, да, действительно, такое может быть, и здесь прямая зависимость от окружающих физических свойств. атмосферы и состояние пациента. То есть, насколько пациент компенсирован, насколько он адаптирован. В этой ситуации, опять-таки, физический эффект влияния давления, влажности приводит к тому, что у пациентов увеличивается внутрисуставное давление, которое проявляется неприятными ощущениями и болями. Поэтому, да, действительно, такие пациенты существуют, и они могут давать реакцию на изменение погодных условий. Какие причины существуют в метеозависимости? Причины – это некая дезадаптация, которая была получена в результате, или, скажем так, сформировалась в результате чаще всего либо хронического заболевания, либо в результате старения пациента. Наличие хронического заболевания нарушает функции тех, либо иных органов, и они становятся более чувствительны к любым воздействиям, не только погодным. Но и в том числе погодные условия могут вызывать появление каких-то симптомов, которые присущи данному заболеванию. Именно в связи с тем, что у пациента скомпрометирована та или иная система уже хроническим процессом. То есть, если, например, была какая-то травма, резко изменяется погода, может болеть это место, рука, нога и так далее? Да, конечно. То есть, здесь тот же самый механизм. То есть, это обычная физика. Как говорится, суставы и кости, они реагируют на изменение влажности и давления как баллоны. То есть, они то сдуваются, то надуваются в зависимости от окружающего давления. То есть, если давление снаружи уменьшается, то, соответственно, давление внутри полости или внутри кости увеличивается, и этот объем стремится к расширению, вызывая симптомы. Все, конечно же, зависит от величины колебаний. Чем выше амплитуда колебаний давления барометрического, температуры, влажности, тем более значимые изменения происходят. То есть, важна скорость возникновения и амплитуда колебаний физических показателей погоды. если все происходит плавно и постепенно, то даже хронический больной пациент к этому адаптируется более щадяще и это проявляется меньшими симптомами, чем случаи, когда это происходит в течение, допустим, нескольких часов, как это бывает при резком изменении погоды, смены циклона, антициклона и так далее. Современная доказательная медицина проводит какие-то опросы, исследования, связанные с метеочувствительностью? Да, конечно. Этот вопрос постоянно муссируется в медицинских кругах и очень давно этим занимаются специалисты в разных областях и эндокринологи, и травматологи, и терапевты, и хирурги. Эти вопросы изучаются и в основном все эти исследования можно разделить на две большие группы. Это первая там, где пациенты субъективно оценивают свои симптомы, ощущения, записывая это в дневник, и потом это все сопоставляется с показателями погоды. И второй момент, это когда проводятся эпидемиологические исследования, например, по частоте обращения пациентов за медицинской помощью при тех либо иных изменениях погодных условий. То есть, такие исследования проводятся и проводятся до сих пор, не прекращаются, поскольку на данный момент у нас все равно нет четкого ответа, так все-таки влияет ли погода каким-то образом на течение заболеваний, если влияет, то по какому механизму и каким образом это отражается на прогнозе пациента. Можно сказать, что из-за того, что в настоящий момент данные результаты исследований носят несколько противоречивый характер, есть данные, где найдена связь, есть данные, где связь не совсем найдена, потому что есть некий субъективизм, есть некое ожидание пациентов, ухудшение состояния, то есть если прогнозируют плохую погоду, пациент уже начинает ждать, что мне должно стать хуже. То есть здесь очень много факторов, которые требуют коррекции, некой стандартизации, пока это сложно сделать, и из того, что объективно доказано, это то, что количество госпитализации и обращения за медицинской помощью при изменении погодных условий, оно действительно растет. Это доказано в очень крупномасштабных исследованиях. Если человек обратился к врачу с жалобой на плохое самочувствие вследствие изменения погоды, то, скорее всего, какие анализы обследования его ждут? Нам тут нужно понимать такую вещь, что для нас врачей, если пациент обращается с какими-то жалобами, для нас это некое обострение существующего хронического заболевания, либо, возможно, появление симптомов какого-то нового заболевания. И, кстати говоря, зачастую изменяющиеся материологические условия могут выявить у пациента латентно протекающие какие-то патологические процессы. Пациент может впервые обратиться за медицинской помощью из-за изменения погодных условий, и тут выяснится, что, оказывается, он уже давно хронически страдает, например, каким-то сердечно-сосудистым заболеванием, либо костно-суставными какими-то проблемами. Все будет зависеть от того, о каком органе либо системе идет речь. Подходы будут стандартные, то есть мы будем оценивать данного пациента как пациента, обратившегося за медицинской помощью, у которого произошло, видимо, обострение хронического заболевания, либо манифестация впервые возникшего, впервые зарегистрированного заболевания, и, исходя из клинических протоколов, будем проводить необходимые клинические лабораторно-инструментальные исследования. Здесь еще может быть можно в контексте этого момента обозначить, что может быть погоду даже следует рассматривать как некий триггер, который провоцирует именно обострение, усугубление течения, проявление каких-то новых симптомов. И в этом смысле данный фактор опять-таки не совсем корректно рассматривать как болезни, как заболевания. То есть, это больше как некий такой провоцирующий, провокатор, провоцирующий момент для пациента. Нередко в прогнозе погоды можно услышать, что ожидаются магнитные бури, вспышки на солнце. И вот эти явления на какие системы в организме могут повлиять, воздействовать? Да, действительно. Мы готовимся к этим вспышкам, когда нам сообщают о том, что изменилась активность на солнце. Через несколько дней ждем геомагнитные бури. Да, геомагнитные возмущения случаются. И эти геомагнитные возмущения в первую очередь сопровождаются избыточным уровнем электромагнитных волн, которые достигают поверхности Земли. И электромагнитные волны естественно не могут бесследно в таком большом количестве или интенсивности пройти мимо живых организмов в том числе. Потому что в наших органах и в наших системах органов тоже протекают реакции с участием электрического тока. И здесь можно отметить, что наиболее богатая система электрическими составляющими взаимодействиями это центральная нервная система. Поэтому электромагнитные возмущения в первую очередь влияют на состояние центральной нервной системы. Регистрируются в первую очередь негативные влияния на психоэмоциональное состояние пациента в виде подавленности, раздражительности, в виде нарушения сна и так далее. В том числе мы регистрируем исследования показывают, что это оказывает влияние и на автономную нервную систему, которая регулирует внутренний гомеостаз, симпатическая, парасимпатическая нервная система. Они тоже меняют свою активность, что может приводить к изменению сердечного ритма, изменению сосудистого тонуса. Это также может влиять и на текучесть крови. Кровь может становиться более густой, и в совокупности это может приводить к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, что, к сожалению, наблюдается. Частота обострения заболеваний сердца, гипертонические кризы, проблемы, связанные с нарушением ритма, все это увеличивается в период геомагнитных возмущений. А как справиться с плохим самочувствием, которое возникло вследствие магнитных бурь? Справляться, конечно, это не так просто, как, может быть, хотелось бы, поскольку мы находимся под воздействием физических факторов окружающей нас природы, погодных условий, убрать их никуда невозможно, и они продолжают на нас действовать. И поэтому наша задача, на мой взгляд, в первую очередь уменьшить воздействие остальных стрессорных факторов. То есть, мы должны организму создать такие условия, чтобы он максимально благополучно пережил вот тот стресс, который будет связан именно с изменением погодных условий. А для этого нужно постараться наладить режим бодрствования сна. Для этого нужно постараться не создавать стресс в пищевом рационе, избегать алкоголя, избегать потребления большого количества кофеинсодержащих напитков, больше, может быть, где-то отдыхать. Если пациент знает, что, например, холодный воздух или сильный ветер провоцирует мигренозные приступы, если есть такая возможность, останьтесь дома. Если у вас есть какая-то неблагоприятная реакция на холод, создайте максимально комфортные температурные режимы для организма. Может быть, действительно останьтесь дома, а может быть, оденьтесь потеплее, чтобы минимизировать тот стресс, который будет связан именно с изменением погодных условий. В основном некие общие меры, которые должны способствовать тому, что организм максимально сможет перенести, адаптироваться к изменению окружающей среды, и ничто ему не будет мешать. То есть максимально не будет мешать. Но и если все-таки какие-то симптомы возникают, те же болевые симптомы, мы вправе использовать, если лечащий врач это допускает, например, обезболивающие, то есть нестероидные противовоспалительные лекарственные средства при усилении болей в суставах, при головных болях, эпизодически вот именно в этот период, если ситуация требует, мы можем принять. это облегчит симптоматику и позволит нам пережить это все более благополучно. А существует ли какая-то профилактика метеозависимости? Значит, профилактика метеозависимости наверное как таковой и нету, поскольку метеозависимость это некая адаптация организма к окружающей среде. и как можно профилактировать физическое взаимодействие. То есть физические законы они для всех одинаковы. И вот это живое организм, это неживая природа, биотические факторы допустим природные они мы все равно все подчиняемся законам физики. Если изменяется давление, но мы никак это профилактировать по сути дела не можем. Мы просто должны быть к этому готовы и если мы ощущаем какие-то изменения в своем состоянии просто заранее создать максимально благоприятные условия для организма для переживания этого периода. То есть это профилактировать наверное практически невозможно. Единственное что мы можем изменить допустим место проживания. Поскольку различные участки на земле имеют разные периодически повторяющиеся изменения погодных условий и возможно более щадящий климатический режим будет более подходящий для какого-то конкретного пациента человека где температура меняется не так быстро не так часто и в каком-то коротком диапазоне где изменение давления атмосферного тоже быстро не происходит и имеет некий более постоянный характер и так далее. Но защититься от влияния погоды эффективно достаточно сложно. Исходя из вашей практики опыта метеозависимых людей становится больше? Насколько я изучал литературу то я встречал цифры порядка 30-35 процентов населения земли является метеозависимым. Становится ли их больше? Я думаю, что в некоторых странах становится. Почему? По объективным причинам. Например, в Японии самая большая продолжительность жизни и там больше всего населения достигшего старческого возраста. А старческий возраст это самая метеочувствительная когорта пациентов. Поэтому да, относительно то, конечно, растет и абсолютно растет. Но опять-таки это связано с такими объективными факторами. Я думаю, что каждый доктор в своей клинической практике сталкивается с метеочувствительными пациентами. В том числе и я. очень часто я слышу жалобы на то, что несмотря на то лечение, которое, допустим, со мной согласовано, все равно пациент отмечает, что вот когда погода портится, идет дождь и падает давление атмосферное, я себя чувствую похуже, и у меня начинает колебаться давление артериальное. Вот. то есть, да, я думаю, что количество метеочувствительных пациентов возможно будет расти, поскольку метеочувствительность зависит от адаптации, которая формируется из поколения в поколение, в зависимости от места проживания. и с учетом того, что у нас сейчас происходят некоторые изменения, да, глобальные в погодных условиях, мы будем не совсем адаптированы к ним нынешнее поколение, и мы, конечно же, будем более, так сказать, метеочувствительны по этому фактору тоже, поэтому количество таких людей будет расти. Что бы вы посоветовали метеозависимым людям? Метеозависимым людям в первую очередь необходимо посоветовать минимизировать все те стрессы, которые могут дезадаптировать организм и повысить его чувствительность к погодным изменениям. В первую очередь это, конечно же, режим бодрствования сна. Все это должно соответствовать нормальным рекомендациям для нормального человека, то есть мы ночью должны спать, днем мы должны бодрствовать и стараться придерживаться именно этого режима. Затем физическая активность. Физическая активность очень хорошо тонизирует организм и периодически вводит организм в такой легкий стресс физический, который тренирует организм и повышает его резистентность в том числе и к стрессу, связанному с погодными изменениями. Рациональное питание, то есть избегать ситуации с перегрузкой питанием своего организма, не задавать стресс с помощью избыточного питания, питание не совсем полезной пищей, богатой жирами, острой пищей. И, конечно же, коррекция существующих заболеваний, то есть поддерживающая адекватная терапия, если у пациента есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, психоэмоциональной сферы, то есть все должно быть максимально скомпенсировано, насколько это возможно, ну и пациент должен обязательно, если этого требует клиническая ситуация, придерживаться поддерживающей лекарственной терапии. Дмитрий Станиславович, спасибо за интересную беседу. Пожалуйста, рад был вам рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова